Мне понятно и очень ясна ваша мысль. Вас зазомбировали, и вы говорите одни и те же фразы, но факты говорят об обратном. Один из примеров из своей жизни. Я осуществила одну из своих мечт и попала на Мальдивы вне дворе. Я прорабатывала эту мечту, и она осуществилась как результат моих реальных проработок. И вот там я познакомилась с одним американцем. Он ДВР, дети верующих родителей. Его отец пастор, он всю свою жизнь проповедовал Библию. У него своих деверотестей и пятнадцать, как этот американец мне сказал, обрюхатил пасту свою, чтобы увеличить паству. Хотя в Библии написано, что один муж имеет одну жену. Ну, понятное дело. Каждый читает Библию через призму своей выгоды. И вот этот мужчина, американец, уже свыше шесть месяцев лет, у него два или три инсульта подряд. Я ему задаю вопрос. Слушай, ну у тебя же есть инструкция. В Библии написано, да не будет ни одного болящего. А что ж ты болеешь? Его слова. Иисус исцелял тогда, а сейчас уже не исцеляет. Говорит, так а зачем ты читаешь Библию? А зачем ты ходишь в церковь? Твой отец ходил всю жизнь в церковь. В бедности они, говорит, он рассказывал, что они в бедности такой проживали. Ну, представьте, девять своих и пятнадцать женщин, которые отец его обрюхатил. Ну, и, соответственно, он как пастор их обеспечивал. Ведь нищета была такого уровня, что, он говорит, это был просто жах. В четыре года он уже стал заботиться о своих младших. То есть в четыре года он уже был воспитателем для своих более младших. Так кто проклят? Вроде люди читают Библию. И я ему говорю, а почему ты не можешь благодаря Библии себя исцелить? И он говорит, Иисус исцелял тогда. Я говорю, подожди, стоп, стоп, стоп. В Библии написано, Иисус сегодня и вчера и вовеки тот же. И он мне задает вопрос, он 60 лет в церкви сидит, сын пастора. И он задает мне вопрос, где это написано? Я ему прямо через гугл раз, он такой говорит, это неправильная фраза. Я ему там говорю, смотри, мы искуплены от болезни. Тыц его. Он, ой, это не о том. Подожди, стоп, стоп, стоп. То есть, когда человеку выгодно что-то оправдать, он оправдывает и с помощью Библии. Поэтому, когда человек читает Библию, он все равно будет ее читать через призму своих умозаключений. Так вот, когда вы будете научены Господом, а не пасторами и Библией, у вас все начнет изменяться. Как вы к этому относитесь? Продолжение следует...